Добрый вечер. Да, добрый вечер. Как проходили похороны Павла Шеремета? Кто пришел попрощаться? И, насколько мне известно, большое количество сотрудников спецслужб стали свидетелями этого печального мероприятия. Да, вы знаете, там все два дня, что, можно сказать, что шло прощение в Минске. Накануне тело было доставлено из Киева, на следующий день с ним прощались. Сотрудники КГБ Белоруссии просто в каком-то огромном количестве оцепили храм всех святых в Минске, где все это проходило. Снимали лица всех, кто туда заходит, прослушивали, видимо, все переговоры. При этом их было так много, и они так нарочито себя вели, что, в общем, это даже как-то бросалось в глаза. Но вместе с тем, надо сказать, что меня очень порадовало, что, несмотря на это, огромное количество людей, несколько тысяч человек, наверное, по моим оценкам, не побоялись прийти на прощание с Павлом, который был известным критиком белорусского режима. Многие его друзья приехали из Москвы, многие прилетели из Киева. Но и местных белорусов пришло очень много, я говорю, уже несколько тысяч. И как-то очень было приятно, что пришло очень много молодых людей, молодежи, которые вряд ли они знали Павла лично, не могли знать его только по публикациям. Но то, что они пришли с ним проститься, отдать дань уважения, это как-то там вселяет какую-то надежду. А вот те сотрудники органов безопасности Беларуси, которые присутствовали при прощании, которые присутствовали на похоронах, они только следили за происходящим, они только записывали переговоры и фиксировали на видеокамеры происходящие или они каким-то образом пытались вмешиваться, может быть, кого-то задержать, может быть, пресечь какие-то, может, по их мнению, неправильные разговоры? Нет, вы знаете, слава богу, у них хватило в итоге так-то, как-то чувства меры, чтобы не вмешиваться. Церемония прошла без каких-то эксцессов. Насколько я понимаю, белорусские чиновники, белорусские власти до последнего оказывали некое сопротивление и в плане предоставления места на кладбище, транспортировки, организации прощания. Но вот там, насколько я знаю, насколько мне рассказывали, после некого телефонного разговора, который состоялся у Петра Порошенко с Александром Лукашенко, как-то белорусский лидер, видимо, дав отмашку не препятствовать, дал зелёный свет, и на неофициальном уровне какая-то такая максимальная поддержка была оказана, всё прошло организационно, безупречно. И слава богу, что у этих чекистов, которых там действительно было очень много, хватило чувства так-то не вмешиваться, никого не задерживать. Просто они как бы всех отсняли, видимо, потом всех идентифицируют, послушают, кто о чём говорил, но в тот момент они ни во что не вмешивались. Но это же не первая твоя встреча с белорусским КГБ, насколько я понимаю. Я второй раз был в Минске, первый для меня закончился печально, я приезжал туда в командировку на шествие белорусской оппозиции, но тогда я столкнулся не с КГБ, а с Минским ОМОНом. Это была болезненная встреча, потом долго поправлялся. Давай всё-таки вернёмся к похоронам нашего товарища и коллеги Павла Шеремета. Ты говоришь о том, что на неофициальном уровне всё было организовано максимально комфортно для тех, кто пришёл проститься с Павлом Шереметом. А на официальном уровне были ли какие-то заявления от властей? Может быть, были какие-то, не знаю, траурные публикации в прессе, какие-нибудь передачи, посвящённые памяти Павла Шеремета на телевидении белорусском или на радио? Потому что, ну ведь он же, насколько я понимаю, для Беларуси, для современной Беларуси один из патриархов журналистики. Ну он, конечно, самый известный, наверное, журналист, да и не только в Беларуси, и в Украине, и в России. Но что официальные СМИ, что официальные белорусские газеты, я специально их почитал, мы посмотрели новость, было любопытно, есть ли какая-то реакция. Но все они встретили события в Киеве грибовым молчанием, ни слова об этом не было сказано. Никаких официальных комментариев не поступило от белорусских чиновников, каких-то там венков на прощание также никто из них не прислал. Но, в общем, наверное, в данной ситуации я бы всё-таки сказал, что на фоне тех комментариев и той реакции, которая последовала стороны некоторых российских СМИ чиновников, может быть, правильнее промолчать такой ситуации. Потому что в российских официальных СМИ иногда появлялась такая мерзость, что точно не стоило бы такое выпускать в день гибели, на следующий день после гибели твоего коллеги, человека, которого многие знали, любили, с которым дружили. Поэтому, может быть, в этом смысле, кстати, белорусы поступили даже и тактичнее, они просто промолчали. Ну, насколько я понимаю, не только так называемые коллеги Павла Шеремета в России отличились, даже официальные лица позволяли себе, ну, будем так говорить, не очень достойные выражения. Вспоминая именно о Павле, ведь представительница российского МИД позволила себе даже назвать Украину братской могилой журналистом. Ну, да, конечно, это такое заявление от чиновника, в стране которого за последние 15 лет погибло столько журналистов, было как минимум, мягко говоря, некорректным. Поэтому я и говорю, что иногда, наверное, лучше молчать, чем говорить. Поэтому, конечно, то, что сказала Мария Захарова, то, что там позволяли себе разные издания типа Life News, это, конечно, в такой ситуации абсолютно, на мой взгляд, недопустимо и просто по-человечески отвратительно. То есть, в общем, белорусские СМИ скорее поступили здесь как порядочные, да, не написал. Лучше не написать ничего, чем написать что-то под диктовку властей, чем написать что-то, вот, порочащее имя и память Павла. А что вот белорусское общество, насколько сейчас люди, которые живут в Минске, насколько я понимаю, ты успел побывать только в Минске, насколько они помнят и знают, кто такой был Павел Шеремета, и что он сделал для Беларуси в целом и для белорусской журналистики в частности? Ну, мне кажется, что, конечно, Павла прекрасно все знали, все знают, помнят его в Минске. Я, в общем, даже неоднократно там стал, общались с какими-то самыми обычными людьми, там, официантами, таксистами, там, портье в гостинице. И они говорили, многие говорили о том, что там есть, конечно, некоторые опасения перед этим всем этим КГБ и перед мерами безопасности. Я думаю, что если бы всего этого не было, то на прощание пришло бы еще больше людей. И так-то было очень много. Никто, честно говоря, не ожидал, что придет столько народу. Но я думаю, что если бы не какой-то внутренний страх, самоцензура, опасение сделать что-то лишнее, людей было бы еще больше, потому что Павла все знают, все о нем очень тепло отзываются, вспоминают его. Я думаю, что его будут помнить. Вот еще такой момент, на котором я хотел бы тоже остановить внимание. Дело в том, что Павел до своего последнего дня был сразу и российским журналистом. Он продолжал публиковаться в «Огоньке», который входит в структуру издательского дома «Коммерсант», где работает мой собеседник Илья Барабанов. Он, естественно, он жил в Киеве, он был украинским журналистом, он работал в «Украинской правде» и на радиостанции «Вести». Но при этом он же еще и оставался, насколько мне известно, белорусским журналистом. Он продолжал так или иначе редактировать и поддерживать сайт «Белорусский партизан». Немного, если ты знаешь, несколько слов о том, что сейчас происходит с белорусским партизаном, кто его делает и в каких условиях сейчас существует. Вот когда-то это было главным детищем, Павло. Он с него, по-моему, начинал свой путь именно в независимой журналистике. Ну, насколько я знаю, у «Белорусского партизана» сейчас никакой там единой большой общей редакции нет, понятно, из соображений безопасности. Люди работают как-то там из своих квартир и поддерживают все это дело. Но вот, насколько я говорил, там с коллегами, с друзьями, близкими Павла, все как-то сходились на том, что, конечно, нельзя бросать этот проект, нельзя оставлять дело, которому Павел посвятил столько лет своей жизни. Поэтому я так понимаю, что сейчас как-то будет делаться все возможное, чтобы «Белорусский партизан» жил дальше, работал. Понятно, что для всех ребят там это, конечно, огромный страшный удар. Но очень хочется верить, что «Белорусский партизан» какой-то ждет все-таки светлое будущее, что он не закроется. Мы вот когда сейчас говорили о России, как раз в контексте того, как и кто вспоминал Павла Шеремета после его гибели, если вот отбросить те издания, которые ты уже упомянул, те издания, которые прямо, честно говоря, поглумились над памятью нашего погибшего коллеги и товарища, то как отреагировали на события, на эти трагические события, те издания, которые можно назвать независимыми, те издания, которые можно назвать честными? В России, к сожалению, таких изданий становится с каждым годом все меньше и меньше, но они по-прежнему существуют, работают. И, конечно, журналистский круг и мир, он не такой большой, поэтому все знали, конечно, все знали Павла, все с ним дружили. И поэтому, конечно, для российского медиасообщества, для нормальной здоровой его части, которая еще сохраняется и как-то функционирует, это, конечно, тоже очень большая утрата, потеря, горе, беда, потому что ушел действительно близкий для многих человек. Многие приехали и в Минск, многие хотели приехать в Киев на прощание. Кто смог там, тот долетел и добрался, потому что, ну, конечно, этого человека знали все. Вот еще такой очень интересный момент. Здесь очень многие журналисты, которые живут и работают в Киеве, в том числе и российские журналисты, которые волей и судеб оказались в Украине, они очень часто говорят о том, что боятся ехать в современную, в нынешнюю Россию, боятся неопределенности, боятся возможного какого-то преследования со стороны силовиков. Но Павел же не боялся, Павел ездил туда достаточно часто. Не только в Минск, я недавно выяснил, что он продолжал ездить в Минск, несмотря на то, что был лишен гражданства Беларуси, причем по личному указу Лукашенко. Но ведь и в России он продолжал бывать. А что приводило Павла в Россию? Работа в огоньке или что-то еще? Ну, у него все равно оставались там и друзья, и близкие коллеги, конечно. Поэтому он бывал часто в России. Я так понимаю, что вот это заявление Анатолия Матиоса сегодняшнее о встречах, которые у Павла были в Москве, он, в общем, я так понимаю, это информация, полученная военным прокурором, собственно, от самого Паши еще при жизни. Поэтому, конечно, он бывал, и все мы знаем, что он там с убитым Борисом Ефимовичем Немцовым, они тоже были бы большие друзья. Паша здесь снимал про него кино, вел его дни рождения, пока Боря был еще жив. Поэтому, конечно, в Москве он бывал часто, у него там осталось много друзей. А вот вы упомянули в Минск, да, там это очень был такой грустный эпизод уже на кладбище, когда с Павлом прощались, там один из друзей семьи рассказывал о том, что отец Павла Шеремета, Григорий, он умер, к сожалению, два года назад, рассказывал при жизни, что каждый раз, когда Паша приезжал навестить родителей в Минск, то его отцу постоянно, местные, видимо, как раз чекисты, силовики, то там порежут колеса, то насыпят сахар в бензобак. Он говорил, что каждый раз, как сын приезжает повидать родителей, я прощаюсь со своей машиной. Ну вот два года назад близкие простились с отцом Павла Шеремета, теперь, получается, простились, к сожалению, и с ним. Вот такие истории. Но его дети сейчас находятся, дети Павла Шеремета сейчас находятся в Киеве, насколько я понимаю. Да, его дочка Лиза, вот мы с ней виделись, она сейчас находится в Киеве, какое-то время она еще здесь побудет, она учится, вообще она учится в Москве, у нее белорусский паспорт, но сейчас она здесь с близкими, с семьей, не знаю, сколько она здесь пробудет, это семейные дела, в которые, я думаю, нам не стоит лезть. Но да, сейчас она здесь. Спасибо большое, Илья. Я напомню, что мой гость в студии Илья Барабанов, специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант», вот Илья. Илья был на похоронах Павла Шеремета в Минске и рассказал нам о том, как это происходило. Субтитры создавал DimaTorzok